Всем привет! Большинство мастеров для приклеивания шпона советуют использовать 152-й контактный клей, который на секундочку стоит около 5000 рублей за 4,5 килограмма. Это не особо дорого, просто объема меньше они не продают. Так что попробую сегодня сэкономить. Я взял 88-й контактный клей от фирмы Moment и попробую разбавить его 646-м растворителем до консистенции 152-го клей Berita. В качестве тестовых образцов я взял шлифованный ДСП и дубовый шпон. Я попробовал два варианта толщины нанесения клеевого слоя. В первом варианте поменьше, во втором будет побольше. Ну и конечно стоит нанести клей равномерно по всей плоскости. Ну и к чему и вообще начал тестировать этот клей. Дело в том, что в следующем ролике я буду приклеивать шпоном вот этот столик. И сделать это с помощью клея ПВА будет достаточно сложно, потому как когда я нанесу клей ПВА на шпон, его мгновенно скрутят в трубочку. Но как видите, с контактным клеем такого не происходит. Перед тем, как укатывать шпон, нужно дождаться, чтобы он немного высох и впитался в поверхность. Для этого в моем случае было достаточно около 7 минут. Когда поверхности станут матовыми, а палец перестанет прилипать, значит пора приклеивать шпон. В любом контактном клее в описании указано, что для склеивания важно не время, а сила прижатия. А это значит, что никаких струбцин и прессов нам не понадобится. Достаточно будет бруска, которым я пошурхую. Пускай будет такое слово. Пошурхую по всей поверхности с достаточным прижимом. По достаточности прижима указывают глянцевые следы на поверхности шпона. На всякий случай я сделал второй экземпляр, в котором нанес приблизительно в два раза больше клея. Если честно, то по итогу особой разницы между двумя экземплярами я не увидел. Так что, наверное, не стоит платить больше. Хоть и на банке написано, что для полного высыхания нужно 24 часа, пробовать оторвать шпон я уже начал через 2 часа. Зачем, не знаю. Но даже и так чувствуется, что шпон уверенно держится. Ранее я уже как-то упоминал, что, скорее всего, на мне лежит проклятие, связанное с эксцентриковыми шлейфмашинками. Но, о чудо! Я все-таки нашел на Яндекс.Маркете дешевую опорную тарелку с липучкой. И она практически похожа на ту, которая мне нужна. Только нужно лишь просверлить в ней дополнительные 4 отверстия. А так встает отлично. Стоила она около 500 рублей. И, конечно, такой жесткости, как у оригинальной тарелки, у нее нет. И вообще она похожа больше на тарелку от той самой злосчастной райобиевской машинки. Но, несмотря на это, она вполне себе ровная. И шкурку держит даже лучше бошевской. Также она немного толще, чем оригинальная. И трется об резиновый уплотнитель. Надеюсь, это ни на чем не скажется. Кроме того, как на первой передаче она не крутится. На следующий день я попробовал шпон на отрыв. И, вы знаете, сидит он вполне себе уверенно и плотно. Так что, как мне кажется, такой лайфхак вполне себе рабочий. И если не согласны, то пишите об этом в комментариях. А если согласны, то ставьте лайк. И я думаю, что увидимся в следующем ролике. Пока!